Продолжение следует... Привет, Артём! Добрый день, уважаемые коллеги! Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. И я, главный редактор портала Profit Travel, Артём Чумак. Говорить мы сегодня с вами будем вот о чём. С одной стороны, свершилось то, о чём так долго говорили туроператоры и представители российских сервисов бронирования, которые, откровенно говоря, полноценно конкурировать с таким международным монстром не могли при всём желании. С другой стороны, поскольку уход систем к Booking присоединились, как мы знаем, ещё и Airbnb, и Hotels.com, произошёл всё-таки достаточно внезапно. Многие из тех, кто мечтал об их исчезновении с нашего рынка, столкнулись с тем, что на самом-то деле они не очень были к этому готовы, ни технически, ни финансово. Оказались не готовы к тому, чтобы претендовать на их замещение. При этом мы с вами увидели, что не дремлют те, кто сейчас уже готов вложиться в этот рынок. Ну вот, например, Озон, который уже в 2018 году у нас пытался выходить на рынок бронирования, но тогда, видимо, сервису показалось, что неоправданные вложения, вот сейчас они увидели, очевидно, перспективы. Та же РЖД, которая у себя на сайте некоторое время запустила сервис бронирования и размещения, но вот только сейчас отмечает бурный рост спроса и собирается активно развивать это направление. Так вот, сейчас мы с вами находимся внутри очень интересного момента. Идет передел рынка и перераспределение долей. И вот от того, как сегодня компании себя поведут, как они смогут использовать открывшиеся возможности, во многом зависит будущее сегмента бронирования. И, наверное, именно сейчас можно заложить будущие паттерны поведения туристов, условно приучить их к использованию новых каналов поиска размещения. Ведь сейчас смотрите, что происходит. По данным поисковых систем, трафик у большинства российских сервисов бронирования в первом квартале 2022 года вырос где-то на 50%. Ну и очевидно, что основной рост, конечно, пришелся на март-апрель. Растут также и трафик, и заявки на сайтах туроператоров, у которых есть большая база российских объектов размещения. Увеличивается и количество прямых продаж. Но это, естественно, происходит только для тех отелей, которые и так всегда были на слуху, которые знают, и искать их нигде не надо. Интересно, что запросы туристов на бронирование идут не только через сайты туроператоров, но и агенты тоже отмечают увеличение количества обращений к ним с просьбой подобрать размещение в России. Вообще это уникальная, наверное, ситуация, учитывая, что раньше у нас в турфирмы, ну, наверное, процентов на 90 обращались только для подбора туров за границу. А как-то в России так принято, что если мы путешествуем по стране, то все-таки основной поток, он шел самостоятельно, потому что что тут, собственно, в два клика забронировал отель, в общем, ничего сложного в этом нет. Вот сейчас с этим как раз сложности. Но, наверное, подробнее об этом Сергей может рассказать. Он, так сказать, изнутри этот процесс видит. Да, Артем, спасибо. Коллеги, я думаю, что не секрет, что когда от нас ушел букинг и другие системы бронирования, у нас, у турагентского сообщества, и, конечно же, у туристов появился вопрос, куда идти, где бронировать, и вообще как систематизировать ту информацию, которую мы сейчас получаем. Эксперты согласны с тем, что в связи с уходом с российского рынка букинга, российские системы бронирования и наших туроператоров ожидает взрывной рост новых заявок. И действительно, как турагент, я могу подтвердить эту информацию, потому что за последнее время я получаю довольно много заявок с просьбой, например, организовать уикенд в Костроме или в Плесе. Причем я знаю, что эти люди раньше пользовались услугами букинга, то есть какая-то польза, очевидно, уже на данном этапе. И я, конечно, вижу большой плюс в том, что у отечественных систем бронирования, у наших туроператоров есть свои собственные контракты с отелями, есть свои системы бронирования с динамическим пакетированием, и, что немаловажно, есть возможность оплачивать туры российскими картами. И сегодня у нас будет эфир, на который мы пригласили четырех экспертов. Позвольте, я вам расскажу, кто к нам присоединяется. Система онлайн бронирования «Островок» и ее представитель, директор B2B «Островок» Дарья Кочеткова, Александр Галочкин, генеральный директор компании «Тревеллайн», Илья Уманский, генеральный директор национального туроператора «Алиан» и Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин». Коллеги, если у вас во время нашего эфира появляются вопросы к спикерам, не стесняйтесь, пишите в чат. Мы постараемся задать вопросы спикерам во время эфира, но чтобы наверняка мы не ошиблись, для кого из спикеров подназначается вопрос, обязательно это укажите в чате. А сейчас мы приглашаем в эфир первого эксперта, это Дарья Кочеткова, директор B2B «Островок». Пока к нам присоединяется Дарья, позвольте, я вам расскажу, что онлайн-сервис островок.ру делает доступным бронирование гостиниц по всему миру, по телефону, через сайт, а также через экран нашего мобильного телефона. Компания сообщает, что благодаря взаимовыгодным условиям сотрудничества довольно часто цена может быть даже ниже, чем на официальном сайте отеля. И большой плюс, можно оформлять бронирование без кредитной карты, а сумму за проживание туристы смогут оплатить при заселении. Дарья, добрый вечер, спасибо, что вы с нами. Добрый, добрый, коллеги, очень приятно. Спасибо большое за приглашение и за возможность сегодня выступить и ответить на ваши вопросы. Дарья, здравствуйте. У нас к вам действительно несколько вопросов. Расскажите, пожалуйста, вот после ухода Booking.com как ваша стратегия развития поменялась? И какая доля у вас была до 5 марта? И после этого, скажем так, на какую долю вы теперь рассчитываете? И главный вопрос, как вы собираетесь этого добиваться? То есть какие инструменты вы будете задействовать для того, чтобы увеличить свой долг на рынке? Хороший вопрос, спасибо. Но на самом деле нельзя сказать, что наша стратегия как-то глобально изменилась, потому что мы всегда работали с прямым контрактом с отелями, мы всегда обращали на это очень большое внимание, старались подписывать отели, работать с ними именно по прямому контракту, но тем не менее мы занимались и консолидацией, то есть работали и с поставщиками. Но в данный момент, конечно, более благоприятные условия складываются для того, чтобы работать с отелями напрямую. Мы все так же продолжаем уделять этому большое внимание. Но если посмотреть на доли B2B и B2C бронирований, ну, я думаю, что в B2C мы были уже там, конечно, не первым, потому что с букингом было очень сложно конкурировать, но где-то близко к тому, чтобы занимать там за ним сразу какие-то строчки ближайшие. В B2B я очень надеюсь, что наши партнеры могут подтвердить, что мы как раз вот являлись, являемся лидером на данный момент рынка и являлись до ухода. То есть здесь нельзя сказать, что что-то глобально изменилось на B2B-сегменте. Мы все так же стараемся удерживать лидирующую позицию и работать. Но если посмотреть на инвентарь и какие изменения произошли после ухода букинга, то за этот период мы получили, конечно, огромное количество регистраций новых объектов размещения. На сегодняшний день в нашей системе уже размещено более 50 тысяч объектов. Если быть точнее, 51 тысяча объектов размещения уже в продаже. И мы продолжаем модерировать, онбордить новые объекты, которые у нас уже зарегистрировались, чтобы их могли бронировать и B2C, и B2B-партнеры на наших сайтах. Дарья, а вот подскажите, ряд турагентов, они всегда отмечали, что выбор отелей на островке вот когда-то был ниже, чем на том же букинге. И вы говорили, что объекты продолжают добавляться. Есть ли у вас информация, вот вообще сколько только новых объектов появилась у вас за эти полтора месяца? Да, я думаю, можно сказать, что около 15, наверное, тысяч объектов размещения пришло за вот этот период после ухода. На данный момент, как я уже сказала, это 51 тысяча объектов размещения. Да, были проблемы с ассортиментом. Нельзя сказать, что у нас всегда были все отели. Мы к этому только стремимся и надеемся, что в скором будущем это будет возможно. На тех ресурсах, которые закрылись, размещалось очень много апартаментов и частных отелей, которые не всегда хотели работать с какими-то другими ресурсами. Вот сейчас такая возможность появилась. Мы регистрируем на данный момент только юридические лица. Мы пока еще не работаем с самозанятыми и физлицами, с объектами размещения, не имею в виду. Но в скором будущем мы будем это делать. Мы сейчас работаем над тем, чтобы можно было регистрировать самозанятых. Этот проект близится к завершению. Я думаю, что скоро мы об этом сможем объявить. То есть ассортимент еще расширится. Мы получим новые объекты, которые смогут с нами работать. И ассортимент станет лучше и для агентов, и для частных пользователей. Дарья, можно я вклинить? 51 тысяча объектов вы говорите. А сколько у нас в России всего объектов размещения? Ну, я имею в виду тех, которые в принципе не три комнатки на каком-то фермерском участке, которые так нигде не размещаются, потому что они так заполнены. А вот тех, которые используют в принципе вот такие каналы. Ну, это сложный вопрос, потому что у нас есть реестры только классифицированных средств размещения. Те средства, которые прошли официальную сертификацию, получили звездность. А посчитать все объекты, включая апартаменты, хостелы, какие-то мини-отели или частные гостиницы на самом деле тяжело. Ну, по вашим оценкам? Сложно оценить, потому что вот мы сейчас видим, что регистрации все еще приходят, и довольно-таки в большом количестве немного остается самозанятых, которые еще не зарегистрировались. Но я думаю, что удвоить, наверное, эту цифру с учетом всех апартаментов и мини-отелей еще можно. Спасибо. Дарья, вот еще интересный вопрос, который я хочу задать. Я обнаружил интересную фишку в островке. Это возможность заказа трансфера. И по условиям мы должны его забронировать не позднее 24 часов до прибытия клиентов. То есть, если, например, наши туристы, которые забронировали отель, внезапно просят сделать трансфер в субботу в 6 вечера, мы сможем его забронировать, а вы подтвердить, то есть проблем с этим никаких не будет. Ну, смотрите, не совсем корректно говорить, что у нас нельзя забронировать позже, чем за 24 часа, потому что это условия отмены, бесплатная отмена заканчивается за 24 часа до подачи машины. Но, опять же, не от всех поставщиков. Здесь мы тоже консолидируем инвентарь от поставщиков транспортных услуг. И от одного из поставщиков можно отменить бесплатно трансфер за 24 часа до подачи машины, а от другого за 5 часов до подачи машины. Все это можно забронировать в личном кабинете. Конечно же, машина подтвердится, водитель переедет, будет назначен, и в выходные, в ночные часы вся синхронизация происходит сразу с службами, которые предоставляют трансферы. Если агент работает с нами без кредитного лимита, то его необходимо будет открыть, либо оплатить картой такой заказ, потому что для бронирования штрафного заказа необходим кредитный лимит. Но под оплату картой такая возможность есть, даже если кредитного лимита нет. Да, конечно, можно будет забронировать и в выходные, и в ночные часы, в любое время трансфером можно воспользоваться. Дарья, вообще Островок позиционируется как система бронирования с мгновенным подтверждением. То есть я правильно понимаю, как только туда занесены данные туриста, то сам турист получает подтверждение в режиме онлайн? Да, конечно. Все услуги на наших сайтах с моментальным подтверждением. Никаких цен под запрос и тарифов под запрос нет. Наличие мест тоже гарантированное. Как только вводится на форме бронирования имя и фамилия и завершается бронь, ваучер получен. Сразу можно заселять. Нужно небольшое время, чтобы бронь дошла до отеля, но она, в принципе, практически сразу приходит в отель и можно заселяться. Все только с моментальным подтверждением. Дарья, еще очень интересный момент. У вас ведь есть классная бонусная программа. По логике, каждый зарегистрированный турист, турагент может копить бонусы, которые называются сны, а впоследствии тратить их на свой собственный отдых. Все верно. Бонусная программа работает. Она называется Банк снов. Она так называется, потому что мы считаем, что наши турагенты тоже должны отдыхать и спать в отелях и видеть цветные прекрасные сны. Да, бонусы можно копить, можно их тратить на любой заказ, не только на свой. 50% стоимости бронирования можно оплатить бонусами. Это может быть как собственный заказ, так, в принципе, и заказ любого клиента. Дарья, и как раз поступают вопросы в чат относительно работы с агентствами. Например, есть ли у вас возможность отправки ссылки клиенту для оплаты, если турагентство работает онлайн? Ну и, собственно говоря, очень такой вопрос распространенный, какие с турагентствами есть варианты сотрудничества. Давайте расскажу сразу о вариантах сотрудничества. Для того, чтобы работать с нами, необходимо зарегистрироваться на сайте b2b.ostrovok.ru. Это закрытый сайт только для турагентств с закрытыми ценами, с закрытым функционалом, который специально сделан для турагентов. Для того, чтобы начать работу, необходимо зарегистрироваться и принять оферту. Зарегистрироваться может только юридическое лицо. Да, ссылку можно сделать для оплаты клиентам. В данный момент ссылки работали только для оплаты проживания либо туров по акции кэшбэк МИР. Но в ближайшее время мы ведем эту функцию и для оплаты остальных бронирований, не только для оплаты МИРом. Для того, чтобы подключить функцию, необходимо связаться с вашим куратором. Каждому агенту назначается куратор. В личном кабинете есть его контакты. Можно написать либо позвонить куратору, и куратор поможет подключить функцию. Спасибо, Дарья. И, кстати, агенты отмечают, что тратить можно не только на собственный отдых, заработанные баллы. Все верно. Коллеги у нас просят ссылку на сайт для регистрации агентства. Да, давайте мы напишем в чатике. Нужно просто зайти на сайт b2b.ostrovok.ru и нажать на кнопку присоединиться. А индивидуальные предприниматели тоже могут ведь у нас регистрироваться? Да, конечно. Только юридические лица не могут зарегистрироваться на B2B-островке. ФИЗ лица только для юрлиц. Индивидуальные предприниматели, общество с ограниченной ответственностью, любая форма юрлица. Здорово. Да, Дарья, спасибо большое. Коллеги, у нас тайминг. Если дальше будут какие-то вопросы уже в чате, да, отвечайте, пожалуйста. Спасибо большое. Дарья, да, и в завершении нашей беседы я хочу отметить, что неделю назад, 14 апреля, у вас был день рождения у компании Островок, да? Вы отпраздновали восьмой свой, уже получается день рождения, да? Кстати, у меня тоже день рождения был 14 апреля. Дарья, я желаю вашей компании отличного сезона, лояльности со стороны участников рынка, тех новых участников, которые к вам добавятся, и безграничных возможностей для развития. До новых встреч. Спасибо большое. Всего доброго. Рада буду ответить на вопросы. До свидания. Да, с Дарьей мы прощаемся, и сейчас мы приветствуем в нашем эфире участника от компании Travel Line. Пока он присоединяется, я немножко расскажу, да, если кто-то не знает, Travel Line – это единая система для гостиничного предприятия. она помогает отелям, санаториям и другим средствам возмещения автоматизировать бизнес-процессы и передавать как раз площадкам продаж информацию о ценах, номерах и получать больше онлайн броней. Так, вот, да. Лидия, добрый день. Добрый день. Александр Галочкин к нам подключился, генеральный директор компании Travel Line. Александр, ну, соответственно, мы продолжаем разговор, да, про уход букинга. Вот как вы оцениваете прирост бронирований после 5 марта? И растет ли с этого момента количество отелей в вашей системе? У нас, конечно, растет просто какими-то неимоверными темпами, так же, как и везде, да, то есть просто после того, как уходит какой-то большой такой большой игрок с такой огромной массой, с огромной гравитацией, конечно же, тут же происходят изменения и вот эта пустота начинает со всех сторон заполняться, да, то есть природа пустоты не терпит. Да, и в том числе и у нас, у нас это, наверное, может быть, там в большей степени это даже произошло, потому что, как мы видели, то есть мы там видим все срезы онлайн-дистрибуции, то есть мы видим прямые продажи сайта, мы видим, значит, разрез ОТА, потому что, ну, через наш ченнел-менеджер идет вся, по сути дела, онлайн-дистрибуция наших клиентов, вот, ну и там в моменте доходило там до 66%, то 66% шло там через сайт отеля, вот, ну и там 34% потом распределялось уже среди, значит, оставшихся игроков на рынке, да, то есть это, конечно, была совершенно неслыханная такая развесовка, то есть во времена букинга, ну вот у нас в прошлом году было 26% это были прямые продажи сайта, значит, 74% это были все ОТА, ну и среди этих ОТА доминирующую позицию заменял букингком, ну там условно 75% это приходилось на его долю, вот, ну либо там 57% от всей онлайн-дистрибуции, поэтому, да, конечно, тут взлетели цифры у всех, взлетели цифры у нас, ну и дальше началась уже, собственно говоря, гонка вначале на короткой дистанции, потом на длинной, когда, ну вот ОТА, которые оказались наиболее подготовлены технически, в первую очередь технически, да, начали заполнять, ну вот, пустоту букингкома, ушедшего букингкома, наверное, как-то так. Александр, ну вот с Вашей точки зрения, как теперь вообще, в принципе, переформатируется рынок систем бронирования отелей, да, и как перераспределяться доли между существующими игроками, я так понимаю, что сейчас все-таки такой переходный этап, ну сейчас, как бы, да, Вы правильно говорите, что пустота заполняется, потому что она не может не заполняться, да, но в итоге это все должно как-то сбалансироваться и прийти к какому-то единому знаменателю. Вот видите ли Вы прецедента на замену букингком, или по-другому какому-то пути мы пойдем? Мы видим статистику, и в этой статистике есть пять игроков, которые, ну, наиболее оказались готовы технически, где-то, может быть, даже финансово, где-то даже, может быть, там, с точки зрения, там, маркетинговых каких-то активностей. Это Островок, это Яндекс.Путешествия, это Броневик, это Алиан, и это Академсервис. Ну, немножко чуть-чуть дальше там стоит 101 отель, вот, Забронируй, там, Дельфин, собственно говоря, да, то есть, тоже на волне вот этой вот активности южной, тоже я так называю и Алиан, и Дельфин, как канал в нашем ченнел-менеджере, хотя они не совсем классические, окей, конечно, но, тем не менее, в одной дистрибуции там принимают активное участие, да, Пегас там же, вот, ну, собственно говоря, есть некая такая основная десятка. И здесь вот действительно, то есть, как показала практика, тот, кто был готов технически на момент ухода Букинкома был максимально готов, тот и получил возможность резкого старта, да, то есть, когда ты уже размялся и стоишь в колодке и там прозвучал выстрел судейский, то бежать, ну, гораздо проще, чем когда ты находишься в раздевалке, и тебе еще до стадиона надо дойти пешком, да, и там продраться через, там, службы безопасности, да, вот, поэтому, если сравнивать, ну, какие-то проекты, которые сейчас пытаются, там, прыгнуть в этот поезд, который едет в сторону ниши, освободившейся ниши Букинкома, то те, кто технически был готов, те лучше, вот, у тех лучше получается, хотя, конечно, есть крупные игроки, вот, тут есть и, условно, там, Сбер Тревел, есть, там, значит, РЖДшный проект, Тревел РЖД.у, про Роспас сейчас, там много говорится, да, вот, но отсутствие, как бы, такой вот готовой технической базы для начала работы, ну, в какой-то степени их сдерживает, хотя, конечно, не сейчас все стараются максимально быстро это дело заполнить, вот, из тех, кто максимально, все же является лидером, то вот по нашим, по нашей статистике это Астровок и Яндекс.Путешествия, да, ну, Астровок, ребята, там, молодцы, Даша, привет, вот, ну, и, собственно говоря, значит, Яндекс.Путешествие это тоже совершенно новый игрок, получается, в нашем, на нашем рынке он на дистрибуции, который образовался сравнительно не так давно и долгое время был в таких слегка стесненных условиях, потому что, будучи подразделением Яндекса, им приходилось развивать свой проект Яндекс.Путешествие, в то время как, с другой стороны, Booking.com заносил какие-то неимоверные бюджеты на контекстную рекламу, и тут нужно было, с одной стороны, вроде бы как развивать свои продажи, а с другой стороны, не обижать Booking, потому что, ну, кто деньги платит, тот и музыку там довольно интенсивно заказывает, да, когда Booking не стало, ну, вот этого сдерживающего фактора не стало тоже, и у Яндекс.Путешествий получилась ситуация такого быстрого, быстрого тоже старта, быстрого развития, вот, ну, и сейчас они тоже, как технически готовая команда, с одной стороны, быстро прогрессируют, вот, думаю, параллельно также сейчас набирают людей, потому что команда была довольно, ну, небольшая в этом их подразделении, вот, ну, и думаю, что вот большие перспективы у Яндекс.Путешествий есть тоже. как-то так. Александр, вот у нас в чате еще спрашивают, а сайт суточного увидите вы у них какую-то... Видим, да, конечно, да, то есть они уже там, то есть, как я уже сказал, то есть у нас в ченнел-менеджере больше ста каналов, вот, и, соответственно, здесь активность, она как бы распределяется дальше. Наверное, тут есть некая специфика на том, что мы все же работаем с большими и средними отелями, в первую очередь, и с маленькими, с апартаментами, ну, как бы, наверное, это чуть-чуть в меньшей степени наш фокус, вот, поэтому, конечно, да, мы видим эти каналы, они тоже все очень здорово и быстро прогрессируют, вот, то есть они, ну, в этой гонке за пирог Букинкома тоже участвуют и делают это здорово, вот, на самом деле, тут, пожалуй, имеет смысл сказать, то, что для них ситуация стала вдвойне выгодной для ребят, вот, которые фокусировались на апартаментах, потому что для них ушел не только Букинком, но и уэрбнб, вот, и, по сути дела, вместо, то есть погасло целых два больших светила на небе, да, и для них это такая точка буста, точка старта замечательная. Да, Александр, все-таки вот вы перечислили, да, я услышал там, ну, топ-5, как минимум, да, а все-таки вы считаете, что вот эти топ-5, например, они займут ту нишу, в которой играл Букинком, или все-таки кто-то из них разрастется в итоге, там, примерно до его, ну, как вы видите дальнейшее развитие событий? Пока не видно такого, чтобы кто-то прямо занял такую супер доминирующую позицию, да, потому что кто-то чуточку готов в технический лучше, у кого-то есть доступ там к бесплатному трафику, как у Яндекса, кто-то там воспользовался конъюнктурой момента, да, то есть вот, например, у нас там на прошлой неделе Алиан гигировал, то есть мы видели, Илья тоже привет, вот, и соответственно, да, то есть в условиях кэшбэка, когда государство подкрепляет, ну, активность туристическую, ну, вот такими прямыми финансовыми там влияниями, такими вертолетными деньгами в каком-то смысле, то туроператоры с большими и толстыми чеками, ну, они там выходят вверх, вот, ну, вот сейчас кэшбэк закончился, Алиан там сразу скатился, там, условно, на четвертое или там на пятое место, вот, поэтому нет, то есть я пока, ну, вот такого явного лидера не вижу, хотя, опять же, если рассматривать с точки зрения там полугода или год, то я бы скорее поставил на, именно Яндекс.Путешествие, хотя бы потому, что у них есть доступ к бесплатному трафику, да, бесплатный трафик, это то, что, ну, делает их фактически, ну, таким, ну, эксклюзивным игроком на этом рынке, да, вот, и возможность подмешивать релевантные, релевантные результаты выдачи отелей в Яндекс.Навигатор, на Яндекс.Карту, в органическую выдачу, там, в справочники, ну, конечно, это просто как некий такой рычаг воздействия на индустрию, очень мощный, и это вот то, чего нет у других игроков в моменте, вот, поэтому, если раскатывать на длинную дистанцию, то, пожалуй, наверное, Яндекс.Путешествия здесь имеет больший какой-то такой вес, вот, но, опять же, то есть, мы все знаем, что Booking.com простился, но не сказал, не сказал прощай, он сказал что-то из серии до свидания, вот, и, насколько мне известно, офис Booking.com находится в состоянии полной боевой готовности, да, то есть, там проходят тренинги, то есть, ребята там находятся в отличной боевой форме, и, если произойдет, ну, какое-то политическое такое изменение, может быть, даже не очень значительное, да, то есть, то мы прямо можем их увидеть очень быстро снова, вот, и появление снова такого объекта с такой огромной, там, узнаваемостью, с огромным, таким, раскрученным брендом сразу поменяет картинку текущей расстановки сил. Александр, а можно еще вопрос с точки зрения, наверное, турагентского рынка, как сейчас с турагентом воспользоваться ситуацией без букинга, чтобы привлечь гораздо больше клиентов, да, потому что есть возможности, как нам грамотно это все использовать? Знаете, тут как-то, как вопрос не по окладу, да, то есть, там за мной будут выступать Сергей Ромашкин, Илья Уманский, которые, конечно же, ответят гораздо более компетентно на этот вопрос, потому что онлайн, значит, они являются, с одной стороны, игроком онлайн-дистрибуции, вот, но при этом, вот, развитая агентская сеть, это то, что является, ну, как бы, ключевой, значит, технологией их бизнеса, да, то есть, вот, поэтому, ну, я здесь просто не буду, наверное, есть их хлеб, оставлю это ребятам ответить на этот вопрос, уверен, что они это сделают гораздо более качественно и более глубоко и компетентно, нежели сейчас я буду пытаться, ну, отвечать за них. Ну, тут, наверное, знаете, вопрос был скорее в том, видите ли вы вообще, в принципе, возможность, да, чтобы и туроператоры, и турагенты воспользовались этой ситуацией, чтобы привлечь больше клиентов, и может быть, все-таки, действительно, вот, ну, пусть хотя бы на каком-то, как вы говорите, да, booking может вернуться, но хотя бы на каком-то отрезке времени изменить, да, поведение туристов. Слушайте, ну, есть как бы расхожая и понятная истина, что для того, чтобы включиться в этот процесс, надо включиться вначале в онлайн-дистрибуцию. Я помню, как там, условно, там, пять лет назад, когда первые туроператоры поняли, что если они не войдут в онлайн-дистрибуцию, ну, они просто могут оказаться вне технологического мейнстрима, то есть мы там разговаривали, как раз-таки, то есть первые два подключенных туроператоров в Channel Manager Travel Line, это были как раз-таки Алиан и Дельфин, вот, и то, что мы их сейчас видим, там, условно говоря, в топ-5, ну, наверное, это как раз, как раз-таки подтверждает правильность их тогдашних выводов, тогдашних технологических ходов, поэтому, если туроператор планирует, ну, какую-то там себе, какое-то там ближайшее будущее, по возможности, светлое, то, конечно, ему надо просто осваивать вот все вот эти вот современные цифровые технологии, переходить к нам, вот, благо мы это сделали сейчас максимально простым образом, то есть в те времена там надо было довольно сложно, сложную команду, крутую команду делать для того, чтобы проводить вот эту вот сложную интеграцию на уровне ченнел-менеджера, сейчас у нас есть активная продактапи, вот, когда, ну, совершенно простыми там решениями можно покрыть это и вывести себя в режим онлайн, вот, это я говорю за туроператоров, за турагентов, ну, опять же, то есть мы тут немножко как бы больше технологическая компания, чем компания дистрибуции, тут мне, наверное, не возьмусь прямо какие-то такие комментарии давать, оценки, тем более, как-то так. Александр, ну, спасибо за интересный продуктивный разговор, я думаю, был очень познавательным для всех, с Александром мы прощаемся, да, спасибо, там еще какие-то вопросы в чате возникнут, да, можно отвечать, и сейчас, как Александр рассказал, у нас настало время пообщаться, наверное, с туроператорами как раз, и я приглашаю в эфир генерального директора национального туроператора Алиан, Илья Уманского, как раз уже про Алиан мы сегодня много услышали, очень хорошего, да, что Алиан, собственно, снимает сливки с этой ситуации, Илья, здравствуйте. Всем привет, да, ну, Саша отдельный привет, Саша отдельный привет, и хочу сказать, что, ребят, после него выступать, крайне говоря, такая роль не очень хорошая, потому что он максимально точно характеризовал всю ситуацию, поэтому я во многом буду повторяться, но сразу говорю, что согласен с предыдущим оратором. Да, давайте тогда, может быть, про цифры поговорим, вот, с 5 марта, когда букинг ушел к российскому рынку, на сколько процентов вы рост бронирования заметили? Слушайте, ну, справедливости ради надо сказать, что, а меня, кстати, хорошо слышно, потому что меня просили наушники одеть, а я забыл. Нет, все хорошо. Все-таки попробую. А, ну, вот так хорошо, да. Вот, да. Значит, сложно сказать, потому что, конечно, мы рост существенно ощутили, но этот рост был, точнее, эти два события произошли одновременно. Запуск кэшбэка и уход букинга. А, с точки зрения кэшбэка, вы знаете мою позицию, я не раз о ней говорил, что это самый, наверное, эффективный инструмент по, во-первых, стимулированию спроса и, там, поддержке отрасли и тому подобное. Вот, поэтому он оказал, я считаю, максимальное влияние. при этом мы как-то дополнились в результатах еще и уходом букинга. Я думаю, что, ну, сравнивая с кэшбэком, это ничто, но в целом, я думаю, что процентов, может быть, 10 к объему, который мы имеем, мы получили. Ну, откровенно говоря, я не считаю, что уход букинга это история про, это история про туроператоров и турагентов. Ну, так вот, в серьезном, крупном. Я считаю, что это история про, действительно, Саша правильно меня характеризовал, про возникновение одновременно, там, в моменте пустоты, который будет заполнять проекты, аналогичные букингу, и они у нас всегда были, но они, ввиду наличия букинга, и его масштабности действий, в том числе, в закупке трафика и так далее, не позволял им развиваться. И я, к слову сказать, сторонник, сторонник того, что хорошо, что это произошло. Это позволит нашим игрокам, нашим компаниям здесь развиться и получить хорошую, там и хорошая для них возможность. В общем, с точки зрения туроператоров, турагентов, я думаю, что это достаточно временный эффект мы можем получить. И мы сейчас его видим, у нас выросло, я связываю именно с уходом букинга, в том числе, с уходом букинга, расширение географии спроса. У нас, помимо наших традиционных направлений, мы специализируемся все-таки в большей степени, несмотря на то, что у нас покрываемся географией всю Россию, но все-таки основной спрос у нас приходится на наши основные курорты, Краснодарский край, Крым, Капминводы. Мы заметили, как у нас расширилась география и у нас продаются какие-то области, которые, регионы, которые до этого были как-то, знаете, в замежем стоять. Отчасти это связано с ограничением перевозки. Мы с вами понимаем, что сейчас живем в таком странном мире, когда нельзя полететь туда, куда хочется, и многие люди выбирают направления другие, куда можно добраться, но в том числе это влияние букинга. Коллеги сейчас, которые аналогичные сервисы разрабатывают, создают, они, я так понял, рванули сейчас в гонку на опережение, они допиливают свои решения, они допиливают сервис, решают вопрос с маркетингом. Я думаю, что в целом, я сейчас уже начинаю не на тот вопрос отвечать, но чтобы мысль закончить, я считаю, что проблема ухода букинга в целом перестанет быть острой в течение нескольких месяцев, я думаю, что полгода. Мы думать об этом перестанем. Хотя я, откровенно говоря, сам натыкался, я такой активный был пользователь букинга, и сейчас, к сожалению, нахожусь не в России, а в гостинице забронировал букинга. В России это невозможно, а не в России возможно. Вот. Пытаясь бронировать там в России то, что раньше я на букинге бронировал, пытался бронировать в коллег, конечно, это пока еще сервис не в полной мере привычный, что ли. Вот. Я думаю, что сейчас в течение очень короткого времени ребята смогут это наверстать, и я думаю, что вопрос, а что делать, если не букинг, такой вопрос стоять не будет. Что-то я затянулся ответом. Я, можно, да, вот такой вопрос, кстати, в чате поддерживает вас, да, что не пускать назад букинг, не допустить возобновления работы букинга, а подскажите, на ваш взгляд, вот шансы есть для турагентов, да, ну и для туроператоров вот занять вот отчасти вот эту опустевшую нишу и возможно усилить как-то свою авторитетность в вопросе размещения, что нам нужно подпринять, какие усилия, чтобы вот попытаться эту нишу все-таки занять, да? Да, мне кажется, слушайте, если бы я решал этот вопрос для себя, я бы не думал бы такими категориями, я бы не пытался занимать нишу букинга. Нишу букинга займет, вот Саша правильно говорил, есть игроки, которые его нишу займут, я думаю, что там ключевым бенефициаром будет Островок и Яндекс, это прям, по-моему, очевидно, и дальше длинный хвост проектов, которые рубятся за эту аудиторию. Я думаю, что туроператорам, турагентствам надо развивать другие ниши, другие продукты, которых очень много и они очень интересны. Я сейчас говорю о путешествиях, я говорю не о бронировании гостиницы, я говорю о путешествиях. Да, конечно, сейчас попробую пример привести. Когда мы говорим о поездке в условный Сочи, нашему туристу нужно что? Вот ему нужно разместиться и море. По сути, это очень простой продукт. Это вот номер гостиницы с условно максимальной близостью к морю. Ну и там соотношение и так далее. И вот, и все, и продукт закончен. Когда у нас возникает турист, который хочет поехать на Камчатку, ну я и на Алтай, на Байкал, то зачем мне гостиница в Петропавловске-Камчатском? Зачем мне гостиница в Иркутске? Зачем мне гостиница что у нас там на Алтай? В Барнауле? Мне совершенно другое нужно. А сейчас очень классные условия создались, когда люди хотят поехать по России. мы все больше и больше закрываемся. Люди хотят поехать, увидеть Россию, увидеть регионы и так далее. Им нужен продукт. Вот на чем нам надо туроператорам, турагентам работать, это наше УТП. Попытки попытаться занять долю букинга мы проиграем всегда, потому что ни один туроператор объективно не может посоперничать с Яндексом. Ну, ни один. Вот островок это его будет холивар, я понимаю. Но явно это история не туроператоров, турагентов. Мы должны искать другие, не другие ниши. Не искать даже, они очевидно есть. Илья, что вы думаете насчет такого вопроса, как создание некой национальной системы бронирования, которая будет создана с участием государства, но той же Роспас, например, если государство попытается заместить букинг таким крупным игроком, видите ли вы такую возможность и плюс и минус такого подхода? Я считаю, что попытки будут, их не избежать. Большой капитал будет пытаться найти какую-то точку применения. я считаю, что ничего хорошего из этого не будет. Я считаю, что это не роль государства. Немножко надо разделять большие деньги, принадлежащие большим структурам, в том числе без названия, и государственные деньги. Я считаю, что государству в это точно лезть не надо. Этим должен заниматься бизнес. Но, наверное, мы не избежим подобного. и, наверное, подобные проекты будут. Но, слушайте, опыт подсказывает, что бизнес всегда более гибок. Но на какое-то время нам придется где-то конкурировать, где-то придется подождать. Но думаю, что все-таки эта история на длинной дистанции не очень живая. Илья, а если поговорить не о Болтайе, например, а скажем про Крым, где Алиан очень хорошо представлен, да, у Букинга изначально там были определенные ограничения. Вот в плане продаж Крыма какие каналы реализации у вас на первом месте? Именно по Крыму, если говорить. Ну, наверное, не по адресу вопрос. У нас основной канал реализации это наши турагентства, с кем мы сотрудничаем. И помимо турагентств у нас есть некоторое количество УТИ, и с Островком мы работаем, есть там Травола, Талавел Травел и еще другие проекты. Но в целом мы это все относим к единому каналу работы с туристическими компаниями. Поэтому с точки зрения Крыма я не могу назвать, кто там в лидерах, но давайте уточним вопрос, чтобы я сейчас куда-нибудь вас в сторону не увел. Конкретные агентства, которые больше всего бронируют Крым или каких-то партнеров, я не назову, я, честно говоря, не знаю. Но то, что это большой трафик, большой объем, это правда. Нет, вообще смотрите, вопрос был еще в чем, да, в Крыму букинг уже достаточно давно с ограничениями работает, и отели в общем вполне себе нашли там ему замену, да, нашли другие каналы продаж, которые не особенно страдали, наверное, от его отсутствия, да, вот, собственно, об этом хотелось поговорить. Ну, это ровно то, о чем я вам сказал, да, страдали первые там полгода, пока пока не осознали, что вот есть проблема и не поняли, как ее решать, пока не подтянулись проекты, которые предоставили им альтернативу, ну, и, собственно, пока не развили собственную дистрибуцию, в том числе, благодаря тем же решением Travel Line. Поэтому я считаю, что в целом эта проблема надуманная. Ну, у нас просто в какой-то момент отняли что-то очень привычное. Я думаю, что не стоит, наверное, там, сильно убиваться по отсутствию там Инстаграма или Фейсбука. Как-то приспособились, VPN поставили и работаем. Вот, хотя в первые дни, помните, сколько было истерий и слез и так далее. Вот, поэтому я думаю, что такой вопрос просто момент. Еще слово сказать, очень хорошо, что это произошло сейчас, а не в мае, не в июне. Тогда бы, тогда бы действительно была бы боль. Сейчас уже все понятно. Если вы про Твил, если я так понимаю, что вот есть крупный, крутой игрок в Крыму, именно в Крыму он достиг максимальных результатов, бронирование всевозможных малых средств размещения, то да, они прям молодцы, они вовремя заместили там вышедший букинг, поскольку их вопросы санкций и вообще ничего не волнует, они чисто российская компания, очень крутая и динамичная, они заскочили на эту нишу и сделали. Да, еще надо не забывать про Авито, который сейчас, насколько я знаю, рвется в бой для обеспечения бронирования всевозможного частности. Поэтому я думаю, что если наша аудитория, если я правильно понимаю, для кого мы это вещаем, если наша аудитория турагентства и туроператоры, то я думаю, что не стоит нам сломая голову бежать и пытаться воспользоваться положением, это не наша ниша. Хотя, конечно, в моменте нам что-то перепадет и надо этим воспользоваться. Да, согласен. Илья, спасибо. Друзья, у нас в эфире был генеральный директор туроператора Леон Диалманский и сейчас мы приглашаем в эфир генерального директора туроператора Дельфин Сергей Ромашкин. Дельфин уже тоже сегодня упоминался как один из бенефицаров ухода букинга. Туроператор Дельфин уже более 25 лет специализируется на внутренней туризме, поэтому, собственно, понятно, почему он оказался готов к уходу крупного агрегатора. Сергей к нам включился. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, Сергей. Все в порядке. Видно, слышно меня. Да, все отлично, видно, слышно. Сергей, расскажите теперь ваши цифры, какой прирост бронирования вы увидели после 5 марта. Понятно, что с ее мы уже обсудили, да, кэшбэк сыграл гораздо больше, чем букинг, но тем не менее, связываете ли вы этот рост все-таки хотя бы отчасти с уходом букинга? И сразу спрошу, да, вот этот процесс, который сейчас идет, на самом деле, вот Илья сказал, что он не особенно бы уповал на это, что турагенты и туроператоры там сейчас получат какой-то приток запросов, заявок из-за ухода букинга, но тем не менее, мы вот слышим из совершенно разных источников, что тем не менее, все-таки игроки рынка это отмечают, да, наверное, это временный процесс, вот с вашей точки зрения, сколько он примерно продлится и кто все-таки больше других сможет воспользоваться этой ситуацией? Ну, я бы оценил приток бронирования вот в нашей системе в ту неделю, когда букинг ушел, ну, наверное, в те же 5-10%, то есть очень немного, но здесь надо понимать, что вот этот период начала марта был очень драматичен вообще для турбизнеса, по крайней мере, внутреннего туризма, ну, для всего туризма, там совпало не только вот уход букинга, да, но и такое серьезное снижение продаж, связанное с психологией, да, с геополитикой, то есть это были абсолютные минимумы вот в марте и в конце февраля, и, возможно, этот эффект, он как-то нивелировался, может быть, мы его просто не заметили. Я бы, может быть, начал с того, Артем, что как-то обозначил все-таки объем проблемы под названием уход букинга, да, вот мы здесь говорим так, как будто мир рухнул в какой-то мере, да, привычные алгоритмы бронирования разрушились, все-таки насколько был велик букинг, вот мы его всегда называем с большой буквы, да, это такой монстр, который всегда давил наш рынок. Смотрите, вот в ходе судебного разбирательства с антимонобольной службой были обнародованы, ну, некоторые цифры, они относятся, по-моему, к 2018 или к 2019 году, из которых ясно, что выручка, объем бронирования букинга в России, именно в России, да, потому что россияне могли бронировать весь мир, но российские отели были забронированы на сумму 75-80 миллиардов рублей. Ну, цифра большая, для сравнения, вот Зарина Валерьевна Дагузова за два месяца подняла 44 миллиарда кэшбэковских путевок, да, что, в общем, сопоставимо с работой букинга за весь год, ну, правда, там, прошлый год, в смысле, 19-й год. Вот, как можно оценить объем рынка в целом, да, нашего отельного? Ну, смотрите, у нас примерно 20 миллионов туристов ездят на море, Краснодарский край и Крым, средний чек в Дельфине 25 тысяч на человека бронирование, соответственно, эти люди только на пляжах Черного моря оставляют 500 миллиардов рублей. Мы понимаем, есть еще Москва, Петербург, то есть, пляжем российский туризм не заканчивается. Вот, есть оценки нашего рынка, ну, порядка триллиона рублей как бы объем бронирования годовой внутреннего туризма, да, это только отельный сегмент без авиаперелетов, без музеев и так далее. Ну, соответственно, вот 75 миллиардов из одного триллиона рублей куда-то пропали. Является это проблемой для рынка? Думаю, что нет. Этот объем будет с легкостью, как вот говорил Илья и Саша, он будет с легкостью замещен. Собственно, это уже произошло, вот, по той статистике, которую мы тоже видим. Ну, половину из этого объема забрали отели, да, в прямое бронирование на сайтах отелей. Вот, оставшуюся половину как-то разобрали, вот, игроки, там, первой десятки или первой двадцатки. Но, грубо говоря, если вот ОТА распилит 30 миллиардов оставшиеся от блукинга над десятерых, ну, по 3 миллиарда унесем, и слава богу. Ну, на самом деле, мы понимаем, что меньше. Вот, то есть я клоню к тому, что все-таки объем здесь, да, кажется большим, но на самом деле для такого рынка триллионного, да, бронирования, он не очень большой. Да, букинг занял очень хорошую нишу, технологичную, онлайн бронирование, B2C, да, в смысле, как правильно назвать, отель, ну, B2C, да, отель, частный клиент. Действительно, вот эта история, она не относится, скорее всего, к взаимодействию B2B, туроператоры, турагенты, да, мы здесь, да, ситуационно, временно что-то получили немного, но в дальнейшем туристы уйдут в привычные каналы. Почему они им привычны? Они не хотят, у многих есть, ну, какое-то предубеждение по отношению вот к нам с вами, коллеги, которые нас слушают, да, они гордятся своей независимостью и самостоятельностью, у меня много знакомых, чтобы я пошел к турагенту, да вы что, да никогда, да я вот на букинге все сделаю. Вот, для многих принципиально по-прежнему отдать деньги именно в отель, да, а не турагенту и не туроператору. Это важный фактор, да, можно там было бы поговорить, почему так сложилось, да, то есть технически мы тоже можем попросить туриста оставить деньги в отеле, но тогда возникает проблема распределения этих денег из отеля обратно по цепочке туроператор, турагент. Это громоздко, и мы экспериментировали, не получается технологично. Вот, поэтому я думаю, что это временная история, она не очень как бы тяжела для рынка, и уже вот за месяц или два прошло, да, все уже определились, где бронировать, что бронировать, и, скажем, я согласен с Ильей, кэшбэк, это гораздо более мощная история для нашего рынка. Сергей, а вот вы говорите, что 50% получили прямые каналы продаж, да, напрямую на сайтах отеля, а вы не думаете, что какая-то часть из этих 50% все-таки пришла через тех же турагентов, потому что, понятно, ладно, если я езжу каждый год там в один и тот же, ну, хорошо, в несколько разных, но уже известных мне отелей там на Черном море, я понимаю, на какой сайт идти. Вот мне Сергей рассказывал, Перемутов, как к нему пришли, да, его клиенты, попросили его подобрать отель там в Плесе, да, вот они не знали, как он называется, куда идти, на какой сайт, да, то есть он уже дальше им искал, то есть может быть здесь все-таки какая-то доля пришла через турфирмы? Ну, наверное, пришла, есть люди, которые вот, ну, не зашорены, что ли, настолько, да, которые могут гибко менять модели своего бронирования, да, один год, допустим, если это там Подмосковье, да, это звонок в Подмосковный артель, другой, если это Плес, да, нужен турагент, потому что, ну, как-то сложновато, если это тур на Камчатку, ну, понятно, это тяжелый экспедиционный тур, здесь требуется сопровождение оператора там на всех этапах и турагента. Вот, я думаю, что для разных поездок туристы могут выбирать разные модели поведения, но в целом они вот достаточно консервативные. Мы используем вот данные соцопросов, из которых понятно, что за последние 10 лет доля, ну, самостоятельных туристов, да, она колеблется от 60 до 70 процентов в России, и она совершенно не заметила какой-то, какого-то роста технологичности или появления новых сервисов, вот как было 10 лет назад, там 65 процентов, так они сейчас и живы, может быть, изменилась как-то структура поездок. Сергей, а вот еще такой интересный вопрос, если мы рассматриваем Краснодарский край, то в новостях была такая информация, что порядка вот 50 процентов, да, номерного фонда на текущий сезон уже забронировано. Вот по вашей статистике все ли так печально, приходит ли уже отказы от объектов размещения, или пока еще все ровненько идет у нас на юге? Ну, как бы мы знаем, на каждой неделе года, вот сейчас идет там какая-то там неделя, 16-е что ли, или 18-е, к этому моменту обычно бывает забронированное какое-то количество объектов, ну, номеров, коек, да, и так далее. Сейчас мы оцениваем загрузку летнюю курортов, ну, где-то в 35-37%, то есть до какого-то вот повербукинга или остановки продаж далеко. Да, есть объекты, которые очень хорошо забронированы, вот там наша звезда в Адлии в этом году Bridge Resort, если вы знаете, что это за отель, вот он как-то там страшно уже забронирован целиком, и там мы получаем практически в большей половине случаев отказы. Вот, но там, где обычная какая-то ситуация или объекты побольше номерным фондом, Эмиритинские, Бархатные сезоны, Адлиш-курорт, там места есть. Сергей, вот я правильно понимаю, из того, что вы говорите, раз действительно так сильно подросла доля бронирований напрямую на сайтах отелей, то у нас сейчас вот уход букинга, он в лучшую сторону ситуацию с взаимодействием российских отелей и туроператоров не переломит. То есть, отели сейчас не пойдут на какие-то улучшения условий для туроператоров, ну просто на какие-то договоренности более, скажем так, европейские, которые на нашем рынке обычно как-то с трудом соблюдаются. То есть, вы не прогнозируете такого процесса? Да, я думаю, что отели очень рады этой ситуации с букингом, потому что они теперь могут не платить комиссию букингу, да, то есть, для многих, многие отели, которые подсели на букинг, а сейчас оказались более-менее где продажи не просили, они несут, в смысле, получают довольно серьезную экономию, да, такую маркетинговую. Вот, поэтому говорить, что мы вот сейчас улучшим или ухудшим отношение с отелями, но мы не ухудшали, и они не ухудшали наше взаимодействие, да, вот я вижу в чате здесь много вопросов видимо от агентов, да, что отели дают прямые скидки туристам, да, они себя ведут не очень-не очень корректно, ну, смотрите, вот там, мы продаем 20 тысяч отелей, ну, вы понимаете, что всегда найдется там 100 или 200 или 500 отелей, которые, ну, не озабочены своей деловой репутацией, которые могут украсть туриста, дать ему дополнительную скидку. Вот, я этой темой занимался, ну, и занимаюсь постоянно, я бы хотел просто обратить внимание вот всех партнеров на то, что зачастую отдел продаж отеля, да, он получает зарплату за объем прямых продаж. Это девочки, которые живут, ну, не очень богато, да, которые зарабатывают и берегут каждую копейку, поэтому они верят, что уводя там туриста у Дельфина и у его агента, они поступают хорошо, они несут копейку в свою семью. Сделать, когда я говорю директору, он обещает прийти в отдел продаж и разобраться с этим, ну, скорее всего, ничего не делает, поэтому это не политическая позиция отеля, директор говорит, да, мы с вами партнеры, мы ссориться не будем, я все исправлю, но отделы продаж работают 24 часа в сутки иногда, да, вне контроля руководства, и здесь, ну, всегда кто-то сможет унести одного, двух или десять туристов, ну, это неизбежно, это вот, так, такая надежность нашей системы. То есть, здесь получается, ну, не знаю, мне кажется, можно было бы опять же, то есть, как-то поменять, наверное, систему им, да, систему оплаты, то есть, придумать какие-то специальные бонусы для, да, для туроператорских бронирований, не знаю, там, ну, то есть, тоже, наверное, можно было бы как-то изменить эту систему, но в целом ясно, да, что достаточно сложно что-то здесь изобрести, и это у нас вряд ли изменится. Хорошо, Сергей, у нас как раз уже закончилось время эфира, спасибо за участие. Спасибо. Спасибо, Сергей. Да, всего доброго. Мы со всеми прощаемся, призываем всех продолжать смотреть нас в эфире, у нас запланировано еще очень много интересных активностей, у нас насыщенная деловая программа, поэтому не переключайтесь, форум продолжается, и мы будем рады вас видеть на наших вебинарах и дальше. До свидания. Спасибо, коллеги, до новых встреч. До свидания.